Сделаем счастье для волос. Кстати, я его ни разу не делала. И, наверное, сегодня в этом видео я преображусь. Блинчики с творогом, вишневым соусом. Закончили съемки и мне подарили вот такой вот тортик. Ну что, мы приехали в торговый центр. Гайрой Зон. Они стоят. Но как бы вот так стоят. Крошки мои. Ну вообще. Ну я даю. Привет, мои хорошие. Начинаем новый блог. Мы с Денечкой отправляемся сейчас в солярий. Привет. Да. Всем привет. Я намазалась кремом уже, тем, которым мне положено. И я прям вот готова в солярий забежать на 4 минуты. Потому что я еще ни разу не ходила. С 4 минут вот где-то так начинать хорошо. Чтоб я не обгорела завтра. Вот. Ну точнее, не покраснела. А потом я хочу зайти на почту. Моя посылка застряла буквально вот недалеко от Ростова. Да, там девочка мне прислала украшения. И посылка застряла. Представляете, где-то у нас в Ростове уже даже выехала с сортировочного центра. И уже 5 дней не приходит уведомление, что посылка в месте вручения. Хотя обычно она в этот же день должна приехать уже. Так что потом я хочу заехать на почту, узнать в чем дело и как вообще решается этот вопрос. Оставайтесь со мной. Так, ну что, я прекрасно позагорала. Все хорошо. Смотрите, без добавления сахара добрый сок. А что здесь у нас? Содержит сахар природного естественного происхождения. Ну, тут тоже хорошо. Парочку взяли на пробу. Один мне, один дыньки. Всем доброе утро! У нас ремонты с утра тут начались уже. А у меня сегодня для вас хорошая новость. Не знаю. Для вас хорошая, а для меня хорошая. Я решила подстричься. Я давно подумывала, может подстричься. И вот как раз условия сошлись. И вообще я собралась сделать только уходик, может быть, да, и укладочку какую-то легкую. А сейчас думаю, блин, надо вот. У меня сейчас немножко несвежая голова, потому что я уже через часик иду в салон. У меня после окрашивания прошлого, да, так как прошлись по концам еще раз, осветлителем, а потом тонировочкой, у меня так кончики вообще очень изменились. Я помню, еще горячими ножницами стриглась. Они такие были тяжеленькие, классные. Сейчас они просто сухие пакли висят. И я уже подумывала, что нужно вообще-то, ну, чуть-чуть срезать. Я думала, опять горячими ножницами идти и стричься. Вот. Но тут так условия сошлись, что у меня есть возможность попасть к топ-стилисту хорошему, который, ну, в салон в центре у нас, да, у них очень хорошие уходы. Там у них и счастье для волос. И, ну, короче, я все не перечислю, очень много названий сложных, да, профессионалы знают. Вот. И у них сегодня будет топ-стилист, я как раз к нему записалась. Есть у них услуга «Умная стрижка». Примерно знаю, что я хочу. Я вообще думала просто подстричь кончики, да, а потом думаю, а что, если все-таки сделать лесенку? Давно у меня ее не было. У меня из-за того, что я отпускаю волосы вот так вот прямо, да, у меня вот здесь пропадает объемчик на голове. А мне как бы иногда хочется, во-первых, лета, да, мне иногда хочется там что-нибудь перекидеть. Там больше объема сделать какого-то, да, я вообще люблю объем. И думаю, а что, если, ну, не беречь уж свои волосы прям, вот я берегу там, знаете. Вообще, чем взрослее человек, а мне уже 35-я минуточку, скоро будет, да, тем более молодит его короткая стрижка. Ну, не короткая, а прям короткая, да, но в плане недлинные косы вот эти вот висят. Я вообще не люблю, когда у девчонок очень длинные волосы. И еще такие, знаешь, которые не красятся, не ухаживают. Ну, мне прям не нравится. И вообще я смотрю, что реально многие звезды, да, у них хорошие такие классные стрижки, взрослые женщины, и выглядят очень молодо именно с такими стрижечками. Вот, ну, не длиннее лопаток там, например, да, а когда уже длиннее идет, знаете, это как русокоса, русокоса там, ну, как бы не то уже. И плюс за ними ухаживать, и плюс вот этот объем убирается. И я думаю, ну, пора немножко попеременничать нам, да, вот. И думаю, сделать стрижечку, может, какую-то лесенку, может, какую-то особенную лесенку, чтобы подкручивалась, и был объемчик, и было что-то прикольное на голове. И еще хочу сделать уход. Короче, сегодня я иду в салон, сейчас пьем кофе, мама Чоли приехала. Что-то у нас прямо это, жестко, да, началось вот эта ремонтная работа. Привезла Денечке чемоданчик, Липтон. А Денька прям счастлива, скажи, новый чемодан, а что я туда уже кладу всего много разного. Мама молоко рекламирует, Ленда. Давно молоко? Давно стоит, но я хочу сделать, типа, там ладушки или еще что-то. Ну, я оставляю, да, так. Там еще гречневая, но... Мама, конечно, смодно водит тут. Правильно, все правильно. Вот, я пью кофе, общаюсь с Танечкой, Италия. Вот, кстати, Таня Италия, кто помнит. Она, кстати, сняла видео, сегодня вышла. Плюсы и минусы жизни в Италии. Вот, я увидела, еще не успела посмотреть, но обязательно посмотрю. И ссылку вам оставлю под видео на это видео. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте. Очень хорошая девочка, общаемся с ней. Вот. Живет в Италии. Вот. Ну и, в принципе, все я вам сказала. И работы ремонтные перестали работать сразу, да? Супер. В общем, пьем кофе, собираюсь. И, наверное, сегодня в этом видео я преображусь. Кстати, девочки, а вы знаете, что я сейчас с ней готовлю, и мы с Денькой кушаем, смотрите, что. Не, ну, Деньке иногда что-нибудь приготовлю, там, яйца и все такое. А я сейчас заказываю правильное питание. Каждый вечер мне привозят. Я выбрала, там, килокалории, 1800 килокалорий, ну, для меня. Но здесь большие порции, то, что Денька ест, то ест. Короче, завтрак один. По-моему, завтрак один, да? Где-то. Так, это ужин. Сейчас. Вот это, наверное, завтрак, да. Вот это завтрак первый. Блинчики. Блинчики с чем? Блинчики с творогом, вишневым соусом. Вот завтрак, обалдеть. Завтрак два, это сэндвич у нас с лососиком. Потом обед, спагетти с соусом болонез. Перекус, это пирожная картошка. Обалденно вообще. И салат с семгой на вечер. Честно говоря, сегодня второй день уже, да, мне привозят. Каждый день вечером мне привозят на следующий день. И вот вчера я просто, я еле съела все. Так, более того, ни одна запеканка вчера была. Мы с Денькой ее вместе съели. Еще там что-то. Ну, короче, мы с Денькой едим вместе. Вот он, допустим, сейчас, наверное, блинчики захочет. Он их очень любит. Мы с ним съедим напополам. Для меня, например, вот эта порция, она большая. Я не съем все три блина. Вот. Поэтому вот так вот клево. Каждый день. Заказалась, ну, короче, две недели вот так вот мне будут привозить. Все это дело вкусненько. Это вообще очень удобно. Смотрите, какой мой образ. Так я давно хотела одеться. Видела этот образ. Велосипедки. И вот цвет обуви. Тон-тон-тон. Все. Еду в салон. Полчаса осталось. Я надеюсь, я успею. Не опоздать. Так, ну что, мои крошки, я пришла в салон. И мы со стрижкой еще определяемся. Думаем, как лучше сделать. Но первым делом мы сейчас сделаем счастье для волос. Кстати, я его ни разу не делала. Посмотрю, какие будут волосы. Скажу. Поехали. Ну что, мои хорошие, сделали мне счастье для волос. Сделали стрижку. Смотрите, какое. О! Обалдеть. То, что я хотела давно. Мне очень нравится. Сделали стрижку больше у лица. Сзади не трогали. Тем самым сохранился объем. Потому что, если бы сзади не сделали, на самом деле, я думала еще делать сзади, стричь так же лесенкой или нет. Но хорошо, что не сделали, потому что объем сохранился тот же самый. То есть, кажется, что моя густота и моя длина практически остались. Но при этом, смотрите, впереди какой красивый срез. Мне нравится. Все. Вот так буду делать. Объем появился. Класс. Так, счастье для волос сделала. Тоже первый раз с этой процедурой столкнулась. Но мне, в принципе, понравилось. Волосы живые. Сейчас кончики. Они были просто ужасные после окрашивания. Но сейчас я прям вижу себя такой свеженькой. Смотрите. Прям, по-моему, лакшери. Как вам, пишите? Крохи мои, ну мне нравятся вообще. Зашибись. Легкость такая. Кайф вообще. Волосы классные. Здоровенькие. Прям. Я рада. А то уже висят эти блинпакли. Надоели. Так это еще они, видите, подкрученные. То есть они у меня еще длиннее. Но я вообще не чувствую, как будто длина не убралась. Это хорошо. Потому что все-таки жалко. Растила, растила. И в то же самое время, вот вообще, стрижка гонит. Мне нравится. Прям хорошо сделала. Все. Теперь еду домой. А, нет. Солярий, девочки. Я вчера была в солярии. Четыре минутки взяла. Я думаю, сейчас еще закрепить четыре минутки. А потом буду по пять уже брать. Вот. Так что едем в солярий по-быстрому. Как удобно. Взяла с собой сэндвичи. Съела два сэндвича. И вроде бы и время такое, что пора есть уже, да. Вот это голодать нехорошо. И в то же самое время очень удобно взять с собой эти сэндвичи и поесть их в дороге. Я еще не скоро дома буду. Все, иду в солярий. Мачо-чай у меня здесь. Все, позагорала. Закрепила загар четыре минутки. В следующий раз уже пойду на пять. Все не могу в каждом зеркале, в каждом отражении. Я любуюсь своей стрижкой. Обожаю перемены. Та-дам! Та-дам! Ну как, как, как? Мама, это хорошо. Дай потом. Привет, Алтонушка! Сразу легче голове, да? Легче голове. Мне же еще счастье для волос сделали. Это одна из крутых процедур для волос. Класс. Нравится, Дэн? Мама красивая? Я встречаюсь. Все соскочились, да. Заходи, мама. Три часа с половиной без мамы. Или четыре. Или больше. Или больше. Не, не больше. Ой, ну что, погуляли. Телефон разрядился. Да и не трогай, пожалуйста, телефон. Забрала доставку свою. Слушайте, в этот раз как-то прям вообще у меня тяжеленькая здесь, я не знаю. Тяжелее, чем обычно. Что сюда положили? Такое меню давайте почитаем. Сегодня у меня фитнес-блин с творожным муссом. Завтра шарлотка с яблоками. Ням-ням-ням. Филе индейки с брокколи рисом. Ням-ням-ням. Пирог тыквенный. Запеченная треска с овощами. Обалденно вообще. Кайф. 1800-ка божеу. Видите? Вот это ждет меня завтра. Я, честно говоря, не успеваю все есть, потому что вот на сегодняшний рацион, я вам не знаю, показывала или нет, но у меня еще осталось, у меня салатик остался с семгой. Но это я его на ночь прям поем. А сейчас вот поем баланес у меня вот здесь вот. Морс еще цел. Блин, у меня еще перекус сладенький. Понимаете, да? А я сейчас вообще не голодная так-то. Ой. Так что много еды привозят. Ой, доброе утро, мои хорошие. Мы сегодня в здании проснулись в 7 утра. Почему так рано, я не знаю. Но я уже второй день просыпаюсь голодная. Я ложусь голодная и просыпаюсь голодная. Не знаю, как будто вечером, знаете, не хочется кушать. И я ем фруктики. От фруктиков мне всегда хочется кушать. И утром я встаю очень голодная. И вот я прям сегодня с утра съела прям тарелку навернула любимой еды. Вот. Теперь пью кофе. Просыпаюсь. Олюбуюсь уже с утра своей новой стрижкой. Мне прям все нравится. Прям вообще по кайфу. Волосы классные. И еще я начала читать. Показывала я вам или нет. Экстремальный тайм-менеджмент. Я купила это в фикс-прайсе. Начала читать. Но тут как бы история в начале. История. Но я так поняла, что оно сделано в виде истории такой. Главного героя. И вот, видимо, на его примере мы сейчас будем учиться правильно выстраивать свой день. Так что продолжаем читать. Что ты делаешь? В 7 утра мамку разбудил сегодня. Ты посмотри на нее, а? Милая! Вот такая вот вообще. Дерскня. Дети играются, короче. Опасные игры. Опасные игры, да, у вас, Дэнь? Ты спрятался в кокон? Короче, я читаю, пью кофе, дети играются. Дальше будем думать, что делать. Ой, шайки мои. Так, ну что, мои хорошие, боже мой. И свет вырубили. Да ешкин кот. Ну, это значит, надо собираться и выходить. Время сейчас без 10.2. Я, кстати, сделала себе маникюрчик, педикюрчик, красотульчик. Недавно у нас было это совместное видео с Таней, и она там сказала, как мастер маникюра, заметила, что у меня не накрашенные ногти на руках, и что у меня педикюр уже пора обновить. И вот прям нескромно сказала об этом, но это хорошо, тем самым она мотивировала меня сегодня посвятить первую половину дня этому. Тем более мы встали в 7 утра сегодня, много чего поделала, уже постирала. Маникюр, педикюр, видео смонтировала, покушали. Сейчас будем собираться, мне нужно отправить посылку, вот, и заехать на почту. Нашли, наконец-таки позвонили мне и сказали, нашли. Нашли посылку мою. Вот. Она просто не прошла по компьютеру, поэтому зависла. Такое бывает. Так что собираемся. Навсюду тут работает кондер, вообще на самом деле погода просто жуть, аномальная жара. Вроде хочется в бассейн, а в то же самое время просто не хочется выходить на улицу и вот как-то даже передвигаться. Понятно, что в бассейне там мы загораем, хотя мне кажется, солнце так палит, что аж прям не кайф будет загорать. Вот. И сейчас 5 часов, и все равно вот жара, понимаете. Но мы решили с Таней не идти в бассейн сегодня, а возможно по торговому центру пошатаемся. Сейчас я в фикс прайс зашла, купила там кучу всего интересного. Будет скоро, кстати, пробуем фикс прайс с Таней. Она еще ни разу не снималась в таком видео, ей будет интересно. Вот. И мне интересно, как она будет относиться к продуктам из фикс прайса, понравится ей что-то или нет. И как раз-таки там очень много было новинок, которые тоже я еще не пробовала. И кайф попробовать. Будем снимать с ней вместе. Сейчас я ей об этом скажу, она еще не знает. Вот. И что еще хотела сказать? Ага, сейчас я к ней еду, и мы решаем, что мы будем делать. Вообще я подумала, что хорошо бы, может, по торговому центру пошататься, заехать в хофф и посмотреть, что это для квартиры. Вот. И кайф в машине просто сидеть под кондером и не вылазить на улицу. И, кстати, у меня вчерашний уход был, счастье для волос. Вчера был, да. Сегодня такая, ну, как бы, видимо, волосы очень увлажненные, да, потому что мне работали с кожей головы. Там, не знаю, четыре средства где-то, по-моему, только на кожу головы наносили. Видимо, очень увлажненные. Поэтому сегодня я встала, и какая-то голова такая, знаете, как бы, ну, жирноватая, что ли. И вот сегодня она уже какая-то несвежая, вот. Но я потом своими шампунками буду мыть, по-своему буду укладываться, и, конечно, укладка будет совсем другая. А так я кайфую от новой стрижки. Вообще, другое ощущение. Смотрите, девочки, вот зашла сейчас посмотреть вот этот угловой канкун. Только белый будет у меня. Я сейчас померила, всё, дома приду, ещё раз померю. Хочу всё-таки заказать, потому что, ну, не знаю, мне даже классно, кажется, на фоне будет снимать, что-то, какие-то светящиеся сюда поставить свои аксессуары. И на фоне уже как-то красиво получится снимать. И угол у меня этот что-то вот, он прям торчит, мне не нравится. Книги наверх можно поставить уже, чтобы они в пакете не стояли, как минимум сейчас. Дальше я, конечно, планирую в закрытом всё это деле иметь. Но вот сейчас 3 тысячи он стоит. Вот мой вот этот канкунчик. Вот, ещё я посмотрела эти. То, что я хочу, сейчас вам покажу прикроватные тумбочки. Идеальные мои. Разные смотрела. Вот, вот это мне в итоге понравилось. 4 тысячи, одна из бюджетных цен. И вот так вот раз. Так, что я такое застряла? Вот так вот раз и застряла, да? Ну, короче, вот мне нравится, что глубокие. Всего 2, в принципе, больше мне не нужно. И вот с двух сторон. Это 8 тысяч мне нужно на 2. Я сейчас просто запоминаю всё. Optima 1. Тумба Optima 1 надо сфотографировать. А потом я буду заказывать на сайте всё это, чтобы уже доставка была. И все дела. Вот думаю, когда только это лучше сделать. Я думаю, сразу заказать, чтобы мне и полочки собрали сразу в раз. И вот этот вот шкаф мне сразу собрали. Сейчас ещё смотрю, что здесь можно взять. Мы с Танюшей ходим по Хофф. Смотрите, в Хофф стаканы увидела. Оно прикольное. Они как бы стоят. Но как бы вот так стоят. Шатаются. Это набор стаканов для виски. Из 6 штук, я так понимаю. Разных цветов. 1600 рублей стоит. Привет, мои хорошие. Я бы мыла голову, кстати, посушилась. Сама, но на скорую руку уложилась. Чисто просто феном вот кончики подкрутила и всё. Смотришь, как мне очень нравится. Прям я кайфую. Вот. Сегодня мама ко мне приехала. Она остаётся. Я сегодня гуляю. У меня выходной день. Но не так просто, что выходной день. Сейчас я бегу на съёмки, например. Предложили мне тут съёмки очень интересные. Взаимовыгодное такое сотрудничество. Может быть, мне достанутся хорошие видео, которые я смогу потом использовать. Вот. И что? Всё. Я побежала. Мама Чоли. Дэнни. Вот завтрак у меня сегодня, кстати, с Дэнькой поделила напополам. Две такие вафли классные. Всё, ребятушки, пока. Люблю вас, целую. Увидимся. Так. Обуваюсь. Тудын. Тудын. Так. Люблю эти шорты, потому что, опа, всё можно положить по карманам. Так. Вот мои все наряды. Раз, два, три. И платье, и домашние костюмы. Всё, побежала. Крошки мои я приехала на съёмки. Смотрите, сколько всяких вкусняшек. Будем украшать торт всякими вкусностями. Ребята уже всё выставляют. Вот наша рабочая зона будет. Будем, в общем, снимать. Я уже переоделась в пижам. Буду спать на съёмках. Короче, вся в предвкушении, что же получится у нас. Начинаем. И ещё раз. Это хороший ролл-дубль. И что ещё надо было сделать? Город доделать, да? Или вот эту свадьбу? Берём. И там всё разложить и всё. Я сначала не подготовлю, а потом... Ещё не позвольте. Берём. Ой. Ничего не жаловало. Берём. И... Закончили съёмки и мне подарили вот такой вот тортик, который я сделала уже в конце. Свеженький. Ай, спасибки. Ну, всё, мои хорошие, я свободна. Сейчас уже из офиса еду. Мы потом поехали в офис отдельно записать голос мой. Отдельно записать голос мой закадровый. Вот. Короче, жду, что получится. Мне очень интересно. Так, тортик мой там тает на солнышке. Сейчас поеду домой, отвезу тортик, отвезу вещи. Вот. И буду думать, что я буду делать сегодня. Сегодня мама же у меня осталась, и поэтому у меня сегодня вечер свободный. С друзьями хотела время провести обязательно. Надо поехать чай попить. Так, ну что, сейчас заезжала к Теане. К Теане? Вовремя поправилась, хотела сказать Татьяне. К Теане заехала. Вот. И угостила её тортиком. Торт реально очень вкусный, очень свежий. Ей прям понравился. Она полторта съела за раз. Вот. И сейчас маме везу кусочек ещё. Иду домой, хочу переодеться, чутка себя в порядок привезти. Сейчас Таня меня ещё накормила. Остренькое. Баклажанное сатэ, что ли. Так, можно с курицей, баклажаны. Ну, вкусно, но остренько. Что-то она решила вспомнить Таиланд. Вот. Ну, в общем, вкусненько. И всё, сейчас к ней приехала клиентка. А я поеду сейчас домой. Вот. Потом поеду к друзьям. И потом после друзей уже посмотрим, чем мы будем заниматься. Так, заехала на моечку. Помыла мамину машинку. Всё чистенько. И сзади всё. Мамуля. Всё ведь я помыла. Ой, гля, это я пеной залезла туда. И уже пена. Ну, ладно. Высохну. Всё. Поехали. Мама обрадую сейчас помыла, скажу, твою ласточку. Крошки мои. Ну, вообще. Ну, я даю. И иногда забываю реально, что я снимаю влог. Я либо увлечена чем-то, либо чё. И вот я сейчас уже выхожу домой. Сейчас уже хочу прийти домой. Надеюсь, что мама не спит. Хотя Дом 2 сейчас начинается. Надеюсь, она не захочет смотреть Дом 2. Захочет со мной посмотреть фильм. Но не факт. Если она спать не хочет сильно, то мы, может, посмотрим фильм. А если она, скорее всего, захочет Дом 2 полистать и под него заснуть уже, то, наверное, я своими делами займусь. Потом сериал буду досматривать. У меня уже чуть-чуть там осталось. По-моему, даже последнюю серию осталось посмотреть. Короче, съездила я к друзьям. Одного из друзей отвезла на вокзал в Питер. Вот, поехала женщина знакомая. И всё, попила чай с ребятушками. Поела запеканку, курабьё, сливки вкусные, сладенькие. Чай попила с кардамоном вкусно очень. Вот, и всё. С Таней сегодня мы не встретились. Как-то я спокойненько и дошливо, ну, во, у нас гром был, гроза. И вот сейчас вот, я надеюсь, выйду сейчас, и вроде не капает уже. Вот. У меня разытывалась вся прическа моя. Но я сегодня изучала интернет. И смотрела, кто как укладывается, делает объём, красивые локоны, так, чтобы надолго. Вот, надо мне, наверное, использовать пенку, попробовать. Хотя, мне кажется, с пенкой грязнятся волосы быстрее, не знаю, попробую. И всё, я хочу попробовать всё-таки, блин, крутиться на вот эти вот липучки. Бигуди липучки. Только не маленькие. Вот мои волосы, я не знаю, они жёстко запутываются там, вот как ни крути. Может, крупные попробовать прям такие липучки. Не знаю. Может, есть какие-то липучки, которые не запутываются в волосах. В общем, не знаю, буду думать, потому что мне хочется красиво вот с этой стрижкой, да. Мне хочется красивые такие локоны в разные стороны. Вот. Но вообще вот так тоже прикольно. Видите? Мне нравится. То есть волос ровный, а вот здесь вот как-то вот оно прикольно. Да? Вам не кажется? Вам так не кажется, как мне? Ну, классная лесенка. Классная. Давно у меня не было. Мне нравится. Волосики обновились. Здесь всё-таки как-то поинтереснее теперь смотрится всё это дело. Вот. Всё, короче, сейчас пойду домой. Посоветовали девочки. Вот гуляли недавно. Они мне сплит, сплит, классный там какой-то фильм. Даже не по одному разу посмотрели. А я что-то не припомню. Вот. Вот хотела с мамой посмотреть фильм этот сплит. Ну, если мама сейчас не хочет, то потом сама посмотрю. И вы посмотрите. Если что, пишите мне в комментариях. Привет, мои хорошие. Садится батарейка. Хотела взять с собой камеру. Мы сейчас идём в бассейн с Денькой. Но я не возьму с собой камеру, потому что я сейчас её поставлю на зарядку. Возможно, сегодня после обеда брат приехал. Уезжали, они отдыхали к родителям жены. Вот. И так он приехал сейчас. И у него отпуск. И мы планировали гулять. Но сейчас на улице дождь. Вот. Ну, хотя бы в торговый центр вместе хотели сходить. И я бы с удовольствием присоединилась к ним. Поэтому сейчас мы идём в бассейн. Потом надо прийти домой снять видео. Вот. И потом, наверное, будем уже свободны. Ну что, мы приехали в торговый центр. Торгай Рейзон. Сейчас будем лазить. С Виталиком, с Наташей и с Настенькой. В общем, по возможности, что-нибудь вам подсниму, что будем делать. Зашли в Мустанг. Виталя всё бриджи себе мерит. Ищет, точнее. Вот он взял такие и померит сейчас. Ценник, кстати, какой у них? Особо не поспеть. 790. Хлопок. 92%. Сейчас покажет. О! Ну-ка. Красавчик какой. Ничего так сидят, да? Нет, ну всё-таки похоже на них. А то они всё время заужены. Они такие. А, заужены всё время. Вот такой ужин. А эти хорошо свободненькие чутка, да? Да, они как бы удобные. Ну да, выглядят хорошо. Ну всё-таки похоже на них. То, что у меня было. Ну, что есть, но уже не в том состоянии. Так, зашли в игрок. Дети тут с ума сходят наши, развлекаются. А где Дэнни? Вот он Дэнни. Бомба! Привет, Дэнни! Бомба! Пригласите на танцы. Зашла в игрок, купила себе кучу там на распродаже кайфовых вещей. Просто нереальные скидки. А сейчас зашла в хаос, девочки. Это там, где, помните, вам рассказываю, встретила девочку. У неё были прикольные ботики. Вот. И я хотела такие. У них их не было. А вот сейчас один 37-й размер мой как раз, да? Хотя, мне кажется, 38-й был бы получше. Короче. Ну, посмотрите, они небо и земля, как сидят. По сравнению с моими. Мои вообще просто бомба. Понятно. Ну, эти стоят зато десятку. Ой, фу, мои стоят десятку. А эти стоят всего лишь 999 рублей. Так что, ну, я не знаю, дождутся они, конечно, в видео. Ну, вот мне нравятся, они симпотные. Ну, вот по бюджету, если пройтись, то они шикарные. Вот хаос. Выбираем Денни обувь. Короче, решила взять кожаную обувь. В детском мире сейчас распродажа. Блин, очень обалденная цена. Мне вот эти нравятся. Мы сейчас заходили в Котофей, она сказала, что наш размер 36-й. Даже можешь 37-й брать. Типа палец должен упираться. Ну, вот эти 30-й. Короче. Вот такая мне нравится модель. Здесь прям профилактика такая классная. Если только определимся, Денечка, какие тебе. Вот эти более аккуратно смотрятся. Их? Не знаю, короче, я не знаю. 26-е какие-то здоровые. А какие тебе нравятся, Дэн? Вот эти или эти? Эти. Вот эти? Да. Нам нужно купить новые какие-то. Вон они идут, мои помощники. Я не могу определиться. Девочки, представляете, я вот пришла сейчас в детский мир. Вот смотрим мы здесь обувь. Короче, такая лазю, лазю. Думаю, вот прикольные. Вот эти классные померят. Кеду. Ну, Кеду мне не очень нравится. Фирма такая дешевенькая как бы. Но такая смотрю, смотрю. И вдруг я такая беру, что-то сзади торчит. И я такая... Что это? Мои, которые я за десятку брала. И я смотрю, Кеду, блин. Это же дешевая фирма вообще. Просто в один в один. Какая подделка, смотрите. Сколько стоит? Сколько... Прям так обидно, может быть. Не, ну, конечно, я рада, что у меня натуралки. Они другого качества, конечно, все. Сколько стоит, блин, не понятие. Ну, тысячи две стоят максимум, наверное. Тут, конечно, другая вот застежка. У меня на магнитиках все здесь видно. Дешевенькая... Дешевенькая кожа вот этого, да. Ну, вот это, например, отцветка один в один. Внутри все один в один, прикиньте. Вот эта вот штучка другого качества. Ну, просто я в шоке. Я просто в шоке. Меня это злит. А так вообще прикольненькие есть такие интересные модельки. Вот кожаная, 37-й размер, хочу померить. Ой, ну что, мои хорошие, пришли мы домой. Все, время... А сколько время в итоге мы? Дома в итоге мы без 15.10. Получила я свою еду, кстати. Еду свою. Вот она, смотрите, у меня здесь рыбка, я уже вижу. Еще там что-то. Красненькая морщика, как всегда любимая. Яички там вижу. Индейка, по-моему, или курочка. Там чеснока. Так, короче, моя еда на завтра. Сейчас мы, короче, все омоем руки, купаемся и деньку укладываем. А потом занимаюсь видосом. А купила кучу всего. Деньке купила обувь в детском мире, распродажа. Но я потом в покупках буду покупать. Ой, покупать, показывать, потому что я люблю вот распаковку. Я вот сразу положила пакетами туда. В Хофф там взяла прикольные вещички. Еще я покупала прикольные вещички. Короче, все будет в покупках. Очень все, очень все с распродажей, бюджетно и классно. Ну что, мои хорошие, доброй ночи-ноченьки. Я последний раз... Что вам сняла? Что я вам снимала последний раз? Мы с братом были, да? Мы ехали куда-то. Я просто не помню, когда последний раз взяла камеру. Короче, мы зашли домой. Я искупала, накормила деньку. Кстати, он сегодня хорошо поел. Вот эта доставка еды приходит. Мне там была какая-то каша. Типа, блин, на что похоже каша эта? Не знаю, что за каша, но я ему решила дать попробовать. Потому что я такую кашу не готовила. Но хотя она у меня где-то лежит, по-моему. Вообще кашу не очень люблю. Я люблю картошку, макароны, рис, гречка максимально, что можно. Какие-то такие перловка, ячневая каша. Вот такие бывают очень полезные. Кукурузная тоже, да? Но мы их не готовим. Вот. И я ему дала эту кашу. Надо будет посмотреть в меню, как она называется. Он ее с удовольствием слопал всю. А потом еще тоже из этой привозной еды какой-то десерт был очень вкусный. Ему прям так понравилось. Мы с ним напополам съели. Там большой кусок был. Мы прям напополам съели. Он какой-то сливочно-песочный. Вообще там офигенный. Короче, мы так плотненько на ночь поели. Можно сказать. И все. И Денька вырубился спать. Он пошел спать. Я пошла монтировать видео. Монтировала влог. Часа два я просидела с ним. Вот сейчас только на вывод поставила. Вот. Готовлю другие видео. Одно видео сняла сейчас. И начала уже смотреть фильм. Так как сериал «Любовница» я досмотрела. Печалюсь. Хочу еще продолжение. Хочу пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый сезоны. Но, по-моему, закрыли. Больше не будет. Вот. Поэтому печально. Смотреть мне нечего. Посмотрела вчера фильм «Сплит». Мне, кстати, понравился. Мне очень нравится актер вот этот главный, который. Вот. «Сплит». Кто не смотрел, посмотрите. Там у человека было раздвоение личности. Только у него не раздвоение было, а раздесятистерение. Раз двадцати четырехлиния. Вот. Ну, необычный сюжет такой мне понравился. Вот. И сейчас зашла. Куда я зашла? Я куда-то зашла, и кто-то там рекомендовал. А, подписки у меня всякие там есть в Инстаграме. И типа там «Опасная связь с Эмилией Кларка». Вот это вот. Драконов. Матерь драконов, которая из «Игры престолов». Мила, ну-ка, смотрите. Ну-ка, не грызи. Я сказала «Это моё!» Ты поняла? Это моё! Ты поняла? Это моё! Не грызи, сказала. Нечего смотреть такими глазками. Невинными. Поняла? Ужастая моя. Вот. Короче, с Эмилией Кларк. 2019 года. Триллер. Такая смотрит на меня. Можно, нельзя рыть. И, короче, хорошие отзывы вроде бы говорят. Посмотри, посмотри. Ну, в общем, я включила уже. Начала смотреть. Всё. Сейчас иду спать. Время полтретьего. В общем, мне не нравится, что я поздно ложусь. Но я сейчас полчаса, наверное, посмотрю и вырублюсь. Я не буду полностью смотреть. На завтра оставлю. Продолжение. Чё вскочила? Ой, пасть-то какая. Пасть-то какая большая у тебя. Иди, мам, целуй. Иди. Иди, моя девочка. Цюль, мамочка, целуй. О, кто такая птичка хорошая? Мамина. Мамина девочка. Кто? Короче, всё, девочки. Пошла отдыхать. Увидимся завтра. Может быть, я ещё скажу отзыв о фильме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.